всем очень привет добро пожаловать обратно на канал для тех кто меня еще не знают меня зовут наталья и я занимаюсь секонд-хендом я покупаю вещи в секонд-хендах навес и перепродают на таких сайтах как пошмарт меркари и ebay и конечно же оставляем что-то себе например эта футболочка нашла ее вчера селена и я ее оставила себе в сегодняшнем видео мы с вами будем делать очередной обзор находок все находки я нашла сегодня воскресенье на свалке я заплатила 72 доллара у меня здесь 35 паундов и плюс 7 dvd его дела но прежде чем мы перейдем к просмотру конечно же как обычно хочу пригласить вас на свой канал блогов где я рассказываю о своей жизни в америке и про вообще все что здесь творится не только со мной и вообще стране если вам интересно что такое больше чем секонд-хендов переходите на мой канал наталья майами влог и смотрите подписывайтесь из конечно же ставьте лайки а теперь начинаем я ничего не развешивала я только что приехала со свалки и сразу же решила и со свалки сразу же вам показать что я здесь нашла у меня здесь три мешка со складом с сокровищами сейчас мы будем смотреть сразу же будем вытаскивать и смотреть что здесь давайте начнем просмотр это дивиди которые я нашла и все новые упаковки если вы посмотрели мое предыдущее видео я нашла целую коробку с новыми дивиди и какими-то кассетами кассета я не взяла потому что они были какие-то поломанные а вот дивиди я решила взять все что здесь есть они все новое упаковках и она все связано с мотивацией сама каким-то развитием так далее такие как томми роббинс еще что-то здесь часам показывают и они все начали двухтысячных годов и возможно даже раньше 1991 год это винтаж считается вот такой вот дивиди томми роббинс здесь же еще очередной дивиди здесь томми роббинс здесь я так понимаю два или три сразу же я там каким-то бандлом наверно так поставлю и выставлю это дивиди стоило 40 долларов в девяносто первом году сколько он стоит сейчас не надо не знаю нужно сделать свой сервис говорится дальше вот здесь вот сборник тоже дивиди и он стоил 32 года 32 доллара в 2003 году dry гости тоже что-то связано знаете с саморазвитием и так далее у меня честно нет дивиди плеера но у многих людей он есть я предпочитаю просто выходить на youtube и включать какие-то аудиокнига либо есть приложение с ауди с аудиокнигами вот но я уверена есть люди которые до сих пор пользуются дивиди у меня машине есть сиди извиняюсь но я за три года сколько у меня есть эта машина я ни разу им не пользовалась я не знаю как пользоваться сиди да доктор фил тоже здесь сборник сиди тоже что-то связано с саморазвитием для себя если нашла сегодня книгу сейчас мы с вами посмотрим так это тоже оказался томми робинс 4 сидитами тони робинса и вот такой вот что-то связано с успехом сиди у нас все закончились теперь мы переходим с вами в следующий мешочек я нашла рубашки я вам уже говорила не показала их в предыдущем видео вот это все рубашки от рауф лорин они все размер двойной экстралач они простые белые с коротким рукавом я так понимаю что они абсолютно новые и не знаю даже что мне с ними делать не их выставить двойной экстралач не их вы или это кто-то поработал где-то у него белая рубашка на каждый день был 8 рубашков мне здесь было 9 1 выбросила я думаю как мне выставить по одной рубашке классический фит либо мне выставить какой-то бандал по 2 рубашки напишите пожалуйста в комментариях посоветуйте как нет лучше продать сейчас я заметила что здесь рубашки на воротнике все разорвано замечательно не углядела и здесь тоже вы представляете они новые они какие-то с дефектами но не все не все пока сюда эти рубашки вот вот они здесь у меня их очень много да там было парус все-таки они новые использование хорошо почищены кто-то видимо на самом деле каждый день где-то работал в банке или еще где-то поэтому одевал каждый день новую белую рубашку окей дальше я нашла вот такую вот сумочку здесь написано харотс не знаю что именно это такое такие сумки продаются за 30-40 долларов я видела и внутри здесь еще такая вот косметичка поэтому я взяла эту сумочку почему бы и нет харотс не знаю такого бренда первый раз видела но я сделала сразу же свой ресерч и увидел что эта сумка не дешевая хотя я думаю что эту сумку дали бесплатно как подарок когда человек купил что-то от этой фирмы нашла дальше это у нас аква кашемер стопроцентный кашемер медиум размер вот такая вот черная футболочка если вы помните может быть не в месяц пару месяцев назад я находила подобную футболку но была не кашемера ангорка от фирмы из print она винтажная была и она мне тоже продалась очень быстро поэтому нужно новая черная футболка из кашемера нашла вот такие детские тасовки размер 5 адидас и постираю оттиру всю эту подошву она будет у меня белая и красивая и я думаю долларов за 25-30 я их точно смогу продать дальше у меня две вот такие новые два вот таких новых контейнера кубички видите здесь можно из магазина контейнер стерк недешевый магазинчик не знаю сколько даже там такие стоят но я не знаю 2017 года для моих товаров пригодится дальше здесь у меня книга та самая книга которую я оставляю себе before happiness пять потайных ключов пять потайных ключей к успеху такая книга стоила не знаю сколько она стоила но я понимаю то что это книгу я просто оставлю себе почитать потом может быть я ее перепродам вот так она еще раз называется before happiness шоу книги я люблю читать но иногда бывает так что у тебя нет совершенно на это времени поэтому я совмещаю приятное с полезным смотрю включаю вернее на ютубе какие-то аудиокнигу либо приложение аудиокнигу и допустим работаю либо чем-то занимаюсь и на заднем плане слушаю но все равно конечно хочется настоящую книгу как говорится так самое лучшее я отложу на потом конечно же сейчас мы с вами будем смотреть мой огромный мешок со всяким разным добром так здесь у меня вот такой свитер от Christian Dior это мужской свитер вот здесь вот лого на замочке он собаки мои бегают возле меня как обычно какой размер не знаю я думаю что размер large вот здесь что-то написано стопроцентный алгодон даже такого материала не знаю вот как он выглядит да я думаю это размер скорее всего что large large дальше вот такой свитер от Chops Ralph Lauren размер medium взяла его потому что дизайн такой красивый дизайн и вот здесь вот сбоку лого Ralph Lauren далее нашла вот такую вот жилетку фирма новая для меня Sanctuary называется размер medium и я увидела что эта фирма достаточно дорогая поэтому я взяла вот так вот она сверху одевается и сзади она вот так вот выглядит что за материал я не вижу а вот написано и здесь есть и шерсть и полиэстер и процент катона в общем намешали всего-всего как говорится получился такая вот клёвая жилетка дальше следующая вещь вот это я думаю шерсть возможно немножко ангорки потому что здесь нету это мужской свитер я поняла здесь сбоку не написано а нет написано 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 70 процентов Lana и 30 процентов Pio de Canego я не понимаю что именно это но Lana это наверное шерсть какая-то фирма Ramati Ramati Sweaters пыталась найти не нашла но я вижу что это хороший качественный свитер и вот здесь вот есть вот такое лого обратите внимание если кто-то знает что-нибудь об этой компании буду очень благодарна если вы напишите в комментариях но судя по качеству по всему я думаю что это хорошая дорогая компания дальше здесь у меня вот такой вот кардиган от фирмы это винтажный от фирмы Neyman Marcus как я понимаю что он винтажный потому что он был сделан в Гонконге я в Гонконге и Neyman Marcus уже давно не изготавливает размер смол но даже не знаю что это размер смол я все равно взяла он без пуговиц без всего просто а нет с пуговичками с пуговичками очень красивый оригинальный очень качественный раньше вещи были еще лучше еще качественней материал какой здесь у нас написано да стопроцентный хлопок дальше я так понимаю что вот это вот кофта просто обычный экспресс атлетик экспресс атлетикс а может быть не обычный в общем это кофта мне понравилась я решила взять либо себе либо это кэтри нужно ее простирать будет здесь написано франц экспресс и вокруг из нее тоже что-то написано и так же на рукаве написано не знаю нужно посмотреть вот как называется либо наша фирма экспресс какая-то либо какая-то другая экспресс смотрите тоже в гонконге что ли сделано точно интересно интересно в общем на холодную погоду вот такой вот круто свитер а размер это какой я уже не посмотрела large но он больше чем large он такой супер оверсайд дальше еще очередная от урал флорена экстра large рубашка мужская с коротким боковом я буду бандлами наверное выставлять далее я нашла пляж плащ от фирмы llb размер medium он идет с капюшоном вот такой вот фиолетовый цвет и он такой вот длинный я думаю долларов за 40 мне его удастся быстренько продать здесь внутри даже какой-то потайной карман есть ну-ка давайте посмотрим там в потайном кармане 100 долларов да да размечталась но ничего мечтать не вредно да мечтам свойственно сбываться поэтому мечтаем мечтаем ищем находим радуемся и благодарим это что нашли хорошая находка кстати меня и что я так наполняюсь у меня просто на полу здесь нашла две вот такие вот кружки здесь все что написано это made in japan и japan нету ни названия ничего но они мне показались необычными вот такими вот так я их вместе продам наверное можно посмотреть что то в чем если кто то знает вдруг что то может какой то дать ответ будем очень благодарны напишите свой комментарий вот такие вот кружечки классные да дальше что у меня еще есть вот подниму этот пакет фу сколько а вот это кстати тоже была вместе с этими DVD и CD 101 путь к трансформации своей жизни тоже что то связано с в общем чтобы своей жизни поставить в правильное русло эйлин фишер размер смол такая обычная голубенькая кофточка женская 1 доллара 20-30 наверное нашла вот такую сумку взяла она мне показалось интересней красная потом я давай смотреть ее внутри вроде бы ничего интересного никакого лого не вижу потом нашла лого здесь написано or by oriani думаю какое то дешевское дешевское какое то выглядит лого ну давай делай свой ресерч и такие сумочки по 100-150 долларов показывается продаются она кожаная и такая красная поэтому я ее взяла сегодня так что у меня здесь еще есть здесь у меня есть майка обычный тэнк тап от фирмы Lululemon такого лимонного цвета вот лого еще раз показываю Lululemon сейчас скажу размеры размеры прячется вот здесь вот в легче сбоку здесь написано это размер восьмой здесь написано я уже заметила вот так вот я сначала не знала когда только я начала их покупать написала один размер и оказался другой теперь я знаю как смотреть спасибо моим покупателям так что здесь у меня еще есть здесь у меня еще есть вот такая рубашка очередной Polo Ralph Lauren тоже с коротким рукавом я их выставлю вместе те две полосатые рубашки они хорошего качества лен а ну кауди стоит нюхает дальше что у меня здесь такая блузка от фирмы cut from the не знаю вот такая вот фирма достаточно хорошо они я видела за хорошую сумму идет вот такая простая блузочка долларов тридцать можно ее выставить попробуем потом расскажу вам дальше здесь у меня вот такой вот новый рюкзак новую коллекцию той фирмы которую я уже находила я называю эту фирму медвежонок АМАТУ ОУСОУ АМАТУ ОУСОУ я скорее всего что неправильно читаю но вы понимаете о чем я имею в виду этот медвежонок я теперь все время когда вижу этого медвежонка у меня знаете с чем ассоциация помните как-то один раз я приехала в Гудвилл Бинс который находится в другом магазине и потом вы мне писали мне под видео что там был какой-то чемодан как раз таки от этой фирмы с медвежонком я прошла его baixo и после этого я всегда за ним смотрю за этой фирмой и уже вторую неделю подряд я нахожу сумочку от этой фирмы рюкзачок вернее в колоте рюкзачок здесь он открывается здесь два кармашка пармашка склеилась и вот он как сделан внутри АМАТУ Вот рюкзачок. Дальше. Что это? А, это футболка. Это я взяла для Кэта. Для Кэта мне нравится дома ходить в таких больших футболках. Футболка с китом. Винери Вайнс. Два экстра лач. Такая большая, удобная, очень хорошая, качественная футболка. Так, пару кошелечков я сегодня нашла. Первый кошелечек от фирмы. Я устала, да? Вы видите этот. Так, а что здесь для пакета? А, это я уже показала. Фирма Fossil. Кожаный. Вот как он сделан внутри. А, денег. О, новый с этикеткой! Представляете, новый с этикеткой. Сколько такой новый стоит? Ну, я не знаю, я не думаю, что он дуракой стоит. Ну, и сзади. Тоже карман шик маленький. Новый с этикеткой. Лучше положили старый, без этикетки и со 100$. Это моя новая мечта, чтобы 100$ найти. Также здесь у меня еще один кошелечек от фирмы Laki Brand. Тоже кожаный. Этот кошелек, честно скажу, он мне нравится самой. Я бы его оставила себе, но у меня уже кошельков не нужно мне. У меня вот точно такой же, который я использую от Tory Burch. Черный такой. Вот их. И там значок Tory Burch. Лаки Бренд. Поэтому мне не нужно той. И то я, мне кажется, им даже очень редко пользуюсь. Я все хожу просто с ключами. На ключе у меня висят, знаете, такая вот эта подключи, такая штучка. И там у меня карточка. Кэшу сейчас у меня все. Почему что? Нету, потому что на кэше я теперь не работаю. Теперь у меня все на карте. Все зарплаты идут на карту. Вот как она внутри сделана. Лаки Бренд. Дальше. Вот такие босоножки я нашла. Фирма называется Mi Fisto. Мефисто. Португальская обувь. Вот такие вот босоножки. Вейджес или как они называются. Такие босоножки я смотрела. Стоят там 120-150 долларов. Достаточно дорогие босоножки. И здесь все, что у меня осталось, это галстуки. Я снова собираю очередную коллекцию галстука для того, чтобы ее перепродать. Значит, первый у нас галстук. Девчонка, которая там была возле меня, моя подружка, она нашла себе фэнди галстук. Ходит, хвастается. Так бы, хорошая находка. Теперь она точно перепродажей займется. Окей. Это вам не Кристиан Диор, который за 3 доллара продается. Кстати, вот он. Кристиан Диор галстук. Следующий этот галстук. От Поло. Вот такой вот галстук. Тоже от фирмы Поло. Вы заметили, что на салке это очень самая популярная, самая ходовая фирма. Это Поло. Его столько, просто много. И сегодня я его взяла. Дальше вот такой вот красивый галстучик от фирмы Джорджи Армани. И все. Да, это все галстуки, что я сегодня нашла. И последнее, что я хочу сегодня вам показать. Самая главная находка сегодняшнего дня, воскресенье, это, конечно же, сапоги. Это, конечно же, вот эти вот нереально крутые кожаные сапоги на таком каблуке. Каблук даже, видите, сливается. Не видно отдельно, что кожа сверху даже пошита. Посмотрите. Посмотрите, какие. Здесь немножко пошоркалось. Пошоркалось, но это не важно. Размер 38, и фирма называется Александр Ванг. Александр Ванг. Вот здесь вот вы можете прочитать, видите. Александр Ванг продает свои сапожки. Я сначала думала, Версач, но не Версач оказался. Но все равно, я только их увидела, я сразу вижу, что они качественные. Я думала сначала это либо, знаете, на лошадях кататься ботинки, но потом, я думаю, на лошадях вы далеко не уедете на таком каблуке. Но я увидела первую вот эту часть. Поэтому у меня была такая ассоциация. Но сразу видно, что это хорошие, качественные. Обалденные сапоги. Посмотрите. Нереально крутые сапоги. Они в нормальном, хорошем состоянии. В общем, я посмотрела. И такие сапожки стоят... Похожие сапожки от Александра Ванга стоят, ну, примерно 1200-1500 и больше. Такие я еще не нашла, но я сейчас буду искать. Класс, вообще. Ну, посмотрите, посмотрите. Только посмотрите на это. Здесь немножечко взади тоже. И на носке. На носке. Но когда ты идешь, носок твой не видно. Так они у них подпишутся. Так что, девчонки, кому нужны крутые сапоги от Александра Ванга 38 размера, пишите. Если вчера я, помните, нашла эти ботинки, которые от фирмы Фрай, которые стоят 428 новые. И как я радовалась. Сегодня я нашла сапоги от фирмы Александра Ванга, которые стоят 1500 долларов. Вы представляете? Это была, наверное, очередная счастливая неделя на свалке. Что в субботу, что в воскресенье. В общем, я довольна. У меня теперь куча всяких разных вещей. Сейчас я буду фотографировать, выставлять это. Что-то мне нужно будет почистить, привести в порядок. И потом мне нужно будет отправлять посылки, так как сегодня воскресенье. Как я обычно делаю. То есть, все, что продалось с пятницы вечером. Пятница вечер, суббота, воскресенье. Я пакую это в воскресенье. В понедельник утром я это отправляю. Так что сегодня у меня накопилось не так уж много посылок. Вот, наверное, шесть. Четыре, да, пять-шесть на ebay. Что-то продалось. Один на пошли. Ну, плюс сегодня еще целый день. Сейчас я еще буду выставлять. Так что, возможно, сегодня тоже мы что-то продадим. Так что вот так вот. Но прежде чем я буду с вами вращаться, хочу вам кое-что сказать. Девчонки, мальчишки, все, кто живет в Америке, в Канаде, у кого есть, кто тоже занимается. Не занимается. У кого есть возможность этим заниматься. Сейчас наступает такое время года, когда люди просто начнут скупать абсолютно все. Потому что сейчас начинается сезон праздников. Это осенние праздники, это Рождество, это День Валентина. В общем, сейчас начинается такой сезон, когда люди тратят деньги. Много-много денег. И вы не представляете, как много денег они даже тратят на second hand. Поэтому, если у вас есть возможность, пойдите в свой клозет, начинайте расчищать. Открывайте магазины и выставляйте. Сейчас продажи просто должны пойти настолько быстро. Вот сейчас самое такое время зарабатывать деньги. Поэтому, если вы хотите зарабатывать деньги, начинайте. Не нужно вкладываться. Идем к себе в клозет. Начинаем расчищать все в своих шкафах. Открываем сайт. Сайт тоже открывается бесплатно, кстати. И выставляем. И все, что мы заработаем с того, что мы продали из своего шкафа, мы потом инвестируем в то, чтобы привезти новые вещи в наш магазин. И вот так вот закрутится, завертится у вас бизнес. Если вам, конечно, это интересно. Если не интересно, то просто ставьте лайк этому видео. И увидимся с вами в следующем видео. Все, пока-пока. Всем большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok